Это не получится останавливаться Да, блин, да Да Одного, просто Угу А он и еще одного остановит Добрый день Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, можно так сказать, почему вы до сих пор штрафуете, выписываете протоколы здесь по пункту 12.9 У нас старший, если по-другому Давайте старшего сюда А он там протокол Продолжение следует Вот тут, что мы Вперед с вами, посадки А вот мы получаем посадку Не, не, не Что ты просмотражаешь Посадка Вот, что просмотражда Посадка можно только тогда, когда он мешает, препятствует дорожному движению. Там ВДВС. Вы понимаете, что такое ВДВС? Я понимаю. ВДВС это Державно-выконавчая служба. Ну так пусть выконавчая служба приедет сюда. Ну и что? Вы не имеете права. Вы законы знаете? Я не мешаю. Давайте по закону действовать. Я привык смотреть, что один беспредел только говорит. Вы не перебиваете, я вам объясняю. Я не перебиваю, я знаю. Я знаю, чем вы занимаетесь здесь. Ну какая культура может быть? Чем мы занимаемся? Не только беспределовать. У вас стоит машина. Зачем протокол был составлен незаконно? По 12 дней. У нас сработал. У нас сработал. Я понял. У нас, значит, мы должны его соответственно поставить. Выконавчая служба приедет и поставит. А какое вы отношение имеете к выконавчей службе? Все. Спасибо. Ну, в принципе, займусь основным вопросом. Меня интересует, здравствуйте, ребят. Меня интересует, вон красная машинка стоит. На нее был составлен протокол по пункту 12.9. А почему вы до сих пор вот так вот делаете? Здесь неправильная вещь. Вы знаете, что все суды этот протокол отменяют. Вы специально суды нагружаете? Да. Я же аналит. Ну вот, удостоверение. Анатолий Виталий Анатольевич. Да, вы слышите. Вот вы составили протокол по пункту 12.9. Да, я составил. Вы составляли? Да, я. Вы составляли. Можно ваше удостоверение посмотреть? Потому что я буду представителем судей этого человека. Будем по закону все делать хотим. Позови, пожалуйста, водителя. Машина сюда подойдет. Не понимаю, ради чего вы это делаете? Чтобы наши суды загрузить? Паращинец Дмитро Васильевич. Парабывание на посаде инспектора ДПС 2015. Ага, хорошо, спасибо. Вы не хотите объяснить, почему вы до сих пор так поступаете? Здесь же пункт 12.10. Есть пункт 12.10. Да, вы знаете, да? Есть правила дорожного движения. Нет, есть пункт 12.10 правил дорожного движения. Правильно я говорю? Да. Ну, в этом пункте четко написано, при каких случаях действуют эти знаки. При знаке 1.37. Я у вас 1.37 здесь никогда не видел. Никогда не видел, сколько подъезжал на этот пост. Да я нормально, я поставил уже привык. Просто сильно возмущен тем, что в который раз уже, как можно смотреть. Показать вам, сколько практики судовые. Мы приходим только к судье, и судья говорит, а сколько ж можно? А подождите, почему судьи тогда не уберут эти знаки? А при чем здесь суды к вам? А при чем здесь? Это Дорожников, вы напишите рапорт, чтобы их не было здесь. Да, Дорожников. А я инспектор ДПС. Правильно. Я инспектирую дорожное движение. Правильно, вы должны поступить. Есть дорожный знак в правилах дорожного движения. В разделе 33. Ограничение максимальной скорости 50 км в час. 3.29, правильно? Да. Есть такой знак. Я кто? Я инспектор ДПС. Я инспектирую дорожное движение. Человек нарушает. По поводу того, где дорожная служба устанавливает знаки. Вы говорите, я выиграю суды. Вы играете? А у него не одно знание. А не однократно. А при чем здесь я? Я гражданин, я не имею права их убирать. Так вы имеете право вручаться в работу в милиции или как? Ну вот смотрите, вот данный человек, я защищаю его интересы. Пункт 12.9 составили протокол. Я могу вам показать 5 судов выигранных. Мы только заходим, судья говорит, зачем? Скажите, вы хотите суды нагрузить вашим? Виталина тоже. 73. Хорошо. Человек напишет заявление. Здравствуйте. Ну некрасиво, ну некрасиво так сделать. Ну сколько ж можно? Понятно. Не, я просто хочу людям показать, который раз. Я ж неоднократно сюда приезжаю. Мы вас пригласим в управление. Не, в письменном виде я не хочу приезжать. Я хочу просто провести сейчас репортаж отснять. Такой, что у нас в Херсоне на нашем посту пост номер 4 тот, а это 3 или 2? Как этот пост? Пост номер 1. Херсонский пост номер 1. Неоднократно составляются протоколы по пункту 12.9. Хотя знаков 1.37 я у вас здесь не намечал. Я понимаю ваши внутренние приказы. Какие? Внутренние приказы. Приказ 177-й, который регламентирует расположение этих знаков. Ну, инспектор, ну раз вы не знаете, он не имеет отношения. Вы имеете отношение к постам, уважаемым. Ну, хорошо, все, пока чуть-чуть тише тон. Вы тоже потише. У меня вот просто барабаны. Да, хорошо, все, я извиняюсь. Вы забежали, то есть вы делаете репортаж. Вы задайте вопрос, кто их сюда поставил эти знаки. Дорожная служба. И читайте правильно правила дорожного движения. Желтый фон знаков и белый фон знаков. Конечно есть, да. Конечно есть, да. Я командиролог. Да, вы, да, да. А как вас? Боритика Алексей Алексеевич. Ага, Алексей Алексеевич. Да, мы встречались, да. Потом просто очень некрасиво получается, когда на меня... Да, если я вас выслушал, есть ли есть какие-то претензии, какие-то пропозиции ваши. Тогда, пожалуйста, в письменном виде. Ну, мы сейчас книжечку заполним. Конечно. Да, есть. Ну, мы еще заполним. Не, мы заполним, мы же были здесь, мы хотим написать. Конечно, в письменном виде. Угу. Угу. Мы просто подписаны, да, например. И на дымовой виде. Так просто неоднократно хотелось бы узнать, почему все-таки так 12-9. Человек, какая у вас скорость? На турник же ж мы договорились с вами встретиться в управлении Гани manicure. Да, 27-27, еле еду. Это не смешно, это 27 километров превышение. А интересно, после того, как составили протокол, я смотрю, Мерседес едет по левой полосе, ну просто что я не фиксировал скорость, реально 90 было. Проехал возле инспекторов. Я подхожу, говорю, инспектора, почему так получается? Ну вы сейчас говорите, мы только что проехали со скоростью 90, нас никто не остановил. Да, мы вам можем заявить, что мы только что лично проехали туда и обратно со скоростью 90 км в час. Ну значит инспектора в данный момент не фиксировали скорость, а находили... Вот я вам сейчас лично... Может, давайте на нас оставим? Да, давайте на нас оставим протокол. Давайте вы выйдете, сейчас вас зафиксируют с руками, и мы тогда... Не, мы сейчас можем... Я объясняю, ну давайте, вы развернемся, поедете и... Провоцируйте АГАИ. А я не провоцирую. Вы же говорите... Вы же зафиксируют, будут фиксаться. Все, его врусовник докажет. Так смотрите, ваши инспекторы потом... Вы врусовник докажете? А вы уже доказывать вам нечего, суд уже выигран. Смысл вам показать? А что ж вы будете доказывать? Так а зачем вы, суд уже выигран? Уже доказывать будет другой инспектор. Все, иди, занимайся непосредственно своими постановлениями. Ни сколько ж можно, ребята, ну как так? Мы, подспектор говорит, что садим... Я не заняю, не заняю, не заняю. Вы, пожалуйста, на все вопросы вам ответим в письменном виде. Давайте не будем. То есть мы не имеем права поговорить с этим? Может. Вы нарушаете. Вы стояли, что вы не обещали. Вы говорите, я проехал, меня никто не остановит. Сейчас тоже будет нарушение, я не буду... Это не нарушение. Это не нарушение. Это не нарушение. Это нарушение. Бунт правил 12.10 противоречен вашим словам. Бунт правил 12.9 противоречит вашим словам. Нет, не может быть. Там ничего такого 12.9 противоречит вашим словам. Там написано, водитель не может быть притягиваться до ответственности. Вы можете только остановить водителя и предупредить его. Если стоит совместно с знаком 1.37, вы слышите меня. Я вам буду объяснять. Если стоит знак 1.37, совместно с ограничением максимальной скорости и не проводятся дорожные работы, водитель не может быть притягнутым до административной ответственности. Потому что их либо забыли с собой дорожники, они стоят... Это вы трактуете, как вы хотите. Понимаете? Каждый крутит закон. Любой адвокат, любой юрист крутит закон так, как он хочет. Я вам говорю. Смысл этого знака ограничения скорости, если вы говорите, что он должен стоять только среди адреса. Если дорожная работа, то это знак действует. Правильно? Потому что дорожные работы, чтобы люди не превышали. Смысл этого знака. Если просто будет ограничение скорости стоять. Написано в правилах, какие знаки и все. Там не написано. В какой черт, в суде. Мы все сделаем. Смотри, давай сейчас телефоны поменяемся. Ты мой телефон знаешь. Сделаем все по закону. Обжалуем в суде. А потом уже на публичные извинения, чтобы люди извинились за то, что они поступили неправильно. Да и все. Так смотри, я говорю, подхожу просто, говорю, почему машина приехала, вы ее не сняли. Мерседес. Хорошо, мы отойдем в сторону. Хорошо, мы не будем вам мешать. У инспекторов, говорю, почему вот только. Говорит, у тебя что, комплексы по машинам. Я говорю, так что, я на шестерке. У меня комплексов нет. А заснято, да, это есть? Да, говорит, Мерседес, понял, проехал. А ты изначально снимал всю ситуацию? Ну, наверное, я не снимал. Нет, ты изначально снимал всю ситуацию разговора? Да, да, да. Ну, хорошо, твой материал возьму и привяжу к этому видео. А ты ехал в ту сторону, да? Смотри, протокол выписали, постанову выписали, да? Все вот есть, да. Смотри, теперь... Да, слушай. Давай, давай, наверное, знаешь, что сделаем? Давай, наверное, мне, я передам Константину. Константин все сделает. Я тебя и твоего имени, тут же твой адрес есть, все. Короче, он все подготовит по этому поводу. 12.10, 12.9, в принципе, мы уже неоднократно обвивали. Что ты написал? Да, я бред, я зашел. Бред не надо, надо всегда писать по-моему, что у тебя есть. У тебя есть свидетель. У нас правил, правил, где у нас здесь незаконная установка, знак установления незаконных. И все, отлично, все. Смотри, мы сейчас, я, короче, беру у тебя вот это. Мы делаем... Константин все делает, я сейчас твой номер запишу. Бежи камеру. Пока не выключай, без себя будет включено. Так, давай, а меньше, давай. Да, нормально, нормально. У меня все записался, но, может, всего, ты мне вечером сегодня отзвонишь, чтобы я его записал. Когда я это беру, все, а мы уже доедем, то есть, ты будешь поработать, и будешь где-то ниже руки. Если ты вечером позвони, мы договоримся встретиться и быстро совпадим. Да, давай, давай. Наш комментарий. А? Комментарий. Так все видно. До скольки здесь можно ехать? 110. 20 километров. Вы сказали только что, что здесь можно ехать до 130, инспектор. Вы же инспектор, вы же лицо. 110 километров. А что же вы сказали до 130? 110 километров. 20 километров идет погрешность спидометра, то есть 130. Что идет? Погрешность спидометра? Админоответственность наступает. Так погрешность спидометра или админоответственность? Админоответственность наступает. А если человек будет ехать со скоростью 105 километров в час, инспектор имеет право остановить водителя? Если даже вашего поста нету, и две полосы в одном направлении, а человек едет 115. Не 110, а 115. Вы правильно говорите, по две полосы и плюс зеленые. Это все понятно, я сокращаю. А вы не сокращаете, это немаловажно, правило. Смотрите, вы только что сказали, что здесь можно 130 ехать. Вы очень ошибаетесь, инспектор. 110, я объясняю. Нет, 110 максимум. 110, 20 километров погрешности? Погрешности никакой нету, ни спидометра, ничего. Просто я говорю о том, что вы ошиб... Админоответственность наступает. Вы даже не знаете правил дорожного движения. Вы не знаете. Я знаю. Эти 20, это просто ненаказуемы. Это ненаказуемы. Водейный может быть притягнутый до ветковида. Запаса никакого нету. Объясняю. Запаса нет. Запас на погрешность, спидомет, на все остальное. Админоответственность, поэтому и наступает. Вы неправильно трактуете. Вы неправильно трактуете. Я вам объясняю, они вам показывают. А я вам говорю. Почему наступает админоответственность после 20? В России после 10. Вот. Вот здесь 110 можно ездить. Да, максимум. Вы сказали 130. 132, если будет человек ехать, тогда его уже можно... Его можно остановить, даже если он будет ехать. Даже он ехать будет 115. Поверьте мне, инспектор может остановить. Может вы в ней эти формы будете здесь работать? Нет, я здесь работать не буду, потому что я не могу так вести себя с людьми, так как вы ведете. А вы как себя ведете? Я очень порядочно себя веду с людьми. Я люблю свой народ, понимаете? Я тоже люблю свой народ. Нет, это не видно. Вы писаете протоколы по 12.9. А это незаконно. Если человек не понимает, он умышленно нарушает. Он не умышленно. А 76 ехал человек. Он, я не знаю, я ехал в 76. Правильно. А знак висит 50. Для кого он висит? Он висит, он не правильно здесь висит. Он висит. Когда он не будет здесь висеть, тогда он будет ездить. Вы поступаете на эту работу, на этот пост вы должны написать рапорт, что этот знак висит без 1.37, и чтобы его дорожные службы убрали. Есть специально обученные люди, которые в Украфтодоре, в дорожных службах, которые ездят и контролируют законы. Это незаконность каждого знака. Если знак висит, значит он нужен здесь. Значит, он по дислокации висит. Понимаете, знак может и висеть. Вы можете остановить водителя, предупредить его. А к ответственности притянуть не можете. А вы взяли водителя, притянули к ответственности, выписали на него протокол. Теперь смотрите, какая ситуация будет дальше. Мы этот протокол обжалуем 100%, я все проконтролирую. Потом подаем окружной, наш суд. Это ваше право обжаловать. Подаем в суд. И потом вы в газете или на телевидении выступите и скажете, извините, такой-то гражданин, я был неправ. Я уверен, потому что суд вас вынудит в этом делать. А что смотреть, уже неоднократно. Ну, а же сколько судового? Я ни разу не видел, что кто-то извинялся за... Ну, что Мельчук не хочет просто извиняться. Суд принял решение. У меня есть... Дело в том, что 100% доказательство нарушения. Понимаете? Если вопрос идет... Вы считаете, не в скорости в основном, да? То есть человек не отрицает, что он ездит на 76, а в законности составления протокола, в кубле 12 действий, да? Подождите, у вас законное доказательство нарушение. А я не буду сейчас на все стороны, как бы, на все стороны отвлекаться, и к каждому отвечать на различные реплики, которые он украшает. Я вам объясняю. То есть я законно составил админ протокола. Согласно пункту 12.9.B. В течение 10 дней человек может пойти обжаловать мое постановление. Так все и будет. Ни сих проблем. Никаких вопросов не будет. Вы неоднократно составляете, составляете, составляете здесь, составляете. Ну, у всех, кто здесь на посту. Составляете, составляете. На меня здесь никогда никто не составлял. Пожалуйста. А вот если я сейчас проеду здесь в 90, да вы меня остановите? Если вас будет замирять в этот момент инспектор, вы не думаете, что у вас какие-то есть преимущества над другими гражданами дорожного движения. Нет, конечно. Вы меня остановите, вы ставите на меня. Да, но у вас тоже будет составлен мандир. Мы вызовем 100-го раз. Мы вызовем 100-го раз. Мы вызовем 100-го раз. Вы заранее говорите о какой-то провокации, которая незаконные какие-то действия. А что такое провокация? Как можно спровоцировать вас оружие? Я сейчас нарушу специально. Нет, вам не нарушу. Я говорю, если я проеду на данном участке дороги, я не знаю, что будет через 5 минут, а вы мне говорите, если, я не могу на отвлеченные темы общаться, которые не касаются моей деятельности, работы, понимаете? Все. Понятно. Ну, извините, конечно, но в вашей компетенции я убедился. То, что вы сказали, что здесь 130 можно ездить, это вы очень серьезное заявление сделали. Если вы здесь проедете, ну, не здесь, я не буду этот участок брать. Затем, с знакомом, конец ограничений, со скоростью 130, вас никто не сможет ни на одном законном основании привлечь к административной ответственности. Но это неправильно, это нарушение. Это если точная будет скорость. Нет, вы говорите, что можно ездить, но нельзя ездить. Как нарушение будет, если ответственность наступает свыше 20 минут? Это нарушение, это нарушение. Административная ответственность. А предупредить может водитель? Можно, конечно. Я не буду вас отвлекать, ничего, я так стою. Он перегрузил вещи, чего-нибудь? Перегружайте. Мы поработаем с вами пару часов, посмотрим, как вы тут представляете протокол. Это не стойте на дороге. А мы же не на дороге, мы же на обочине. Да, без предназначения. Тупой, как с ним наступает.